Здравствуйте! Меня зовут Виталий Стомин. Сегодня мы будем готовить треску с картофелем и соусом из чеснока с помощью кухонных приборов Chef's Collection от горения. Эта техника позволит вам приготовить блюдо, как в ресторане, и почувствовать себя шефом. Начинаем с того, что варим предварительно замоченный нут. Замочил я его на ночь на 12 часов. И маринуем треску. Треску маринуем в двух маринадах, в зависимости от толщины куска, от часа до трех в каждом маринаде. У меня здесь куски толстые, поэтому этот кусок будет лежать минимум 3 часа. В маринаде у нас молоко, гречишный мед, тимьян, черный перец. Нут у нас сварился, я отложил сколько и сколько мне нужно для блюда. Треску от первого маринада я промыл. Заливаем вторым маринадом. Это у нас 10% раствор соли и чили. Треску мы маринуем для того, чтобы из простой рыбы, которая не очень дорогая и куплена в магазине, за невеликие деньги, сделать что-то более серьезное. Она становится более сочной, мягкой и гораздо вкуснее, чем просто треска из магазина. Тоже от одного до трех часов, в зависимости от толщины филе. Значит, дальше я ставлю запекаться картошку на морской соли. Насыпаю соль, которая у нас возьмет излишки влаги, и вкус картофеля будет гораздо более концентрированным, чем просто отварная. Потому что в воду уходит очень много вкуса картофельного. Мы запекаем картофель на 200 градусах примерно 30-40 минут, в зависимости от размера картофеля. Чем больше соли, тем лучше. И соль эту можно использовать повторно, 2-3 раза с ней ничего не происходит. То же самое можно запекать постоянно. Пока рыба маринуется второй раз, а картофель запекается, у нас есть время сделать соус из чеснока. Для этого я беру чеснок и варю его в молоке 3 раза по 10 минут. То есть нам понадобится примерно 100 грамм чеснока на пол-литра молока. Молока, в котором мы будем делать соус. Заливаем, чтобы покрыло чеснок. И варим 10 минут. Через 10 минут мы этот чеснок вынимаем из молока и заливаем свежим молоком. От этого у нас уходит лишняя горечь чесночная, лишний запах. Остается текстура и легкий аромат чеснока. Когда у нас сварится чеснок, возьмем этот чеснок и смешаем с свежим кипяченым молоком. Также в этот соус мы добавим цедру соленых лимонов. Соленые лимоны продаются в магазинах, выглядят они примерно вот так. Сами лимоны я не использую, потому что они очень соленые. Использую только цедру. Снимаю все, что не относится к цедре. Так, чеснок у нас проварился 10 минут. Я его сливаю, промываю проточной водой. И заливаю свежим молоком. Цедру, получившуюся с лимоном, мы измельчаем. Итак, прошло 10 минут. Вторые я сливаю чеснок еще раз. Промываю его. И заливаю свежим молоком. Последние 10 минут у нас. Пока варится чеснок, я подготовлю морковь. Молодая морковь, я ее даже не буду особенно чистить, просто хорошо помою. Резаем колечками. Вместе с нутом и с черемшой будем прогревать это в смеси куриного бульона и сливочного масла. Также подготовим черный чеснок, который у нас будет добавляться в соус и сверху на рыбу. Черный чеснок, это чеснок, который пролежал примерно около месяца в теплом влажном помещении при температуре 60 градусов. Становится черным, теряет все свойства чеснока. Как то, резкий запах, горечь и неприятный вкус. А становится легким, карамельным. И даже на чеснок очень даже мало похож. Только легкие нотки в конце, послевкусие никакого не остается. Молоко у нас закипело с чесноком. Выливаем его в блендер. Самое важное, чтобы блендер был правильно установлен. Чтобы все это содержимое не вылилось на нас. Так, сюда же заходит черный чеснок, один зубчик. И цедра соленого лимона. Соус готов. Пока у нас все еще запекается картофель, я сделаю масло из черного чеснока. Черный чеснок. Почистил немножечко. Зубчиков 5. И масло. Обычное растительное масло. Вуаля. Раз. И два. Все до последней капли. Картошка у нас запеклась. Ждать пока она остынет я не буду. Сразу разрезаем ее. И ложкой достаем содержимое прямо в этот блендер. Ставим молоко со сливочным маслом. Он должен разогреться, вскипятить. Закрываем, заливаем молоко. Это очень многофункциональный аппарат с массой насадок позволяет решить все вопросы, какие есть у шефа на кухне. Пюре прекрасно размешалось, никаких комочков. Все, выливаем в кастрюлю. Остался последний этап. Пожарить рыбу. Которая у нас тоже замариналовалась. Все разогреть и выложить на тарелку. Беру куриный бульон. Можно взять просто воду. И смешиваю со сливочным маслом. Разогреваю все овощи. Они лучше прогреваются, дольше хранят тепло свое на тарелке. И получается, что они обволакиваются сливочным маслом и становятся блестящими и очень вкусными. Рыбу просушим на кожу особенно, потому что иначе, если мы этого не сделаем, то она просто прилипнет к сковородке. Даже к теплону может прилипнуть. Бывали и такие случаи. Добавляем немножечко сливочного масла и растительное. Все обжариваем сначала со стороны кожи, потом обжариваем с другой стороны и поставим в печку. Для такого куска рыбы 2-3 минуты будет достаточно до полной готовности. Рыбу я чуть-чуть прижимаю, когда обжариваю, чтобы она получалась равномерно, прожаривалась кожаной. Иначе края у вас пожарятся, а центр будет белый и безжизненный. Обжариваю с другой стороны и вот так вот ставим на 3 минуты в печь. 200 градусов, 3 минуты в печке и треска будет готова идеально, не больше. Начинаем разогревать соус, пюре и бульон, в котором мы будем греть овощи. Соус у нас состоит из молока и проваренного чеснока. В него я добавляю 1-2 ложечки столовых 33% сливов, чтобы сделать вкус побогаче. Итак, все готово. Пюре прекрасно. Выкладываем на тарелку. Следом треска. Параллельно прогреваем наш нут, морковь, наш соус чесночный. Чесночное масло вместе с черным чесноком закидываем черемшу. Наше блюдо готово. Треска с картофельным пюре и чесночным соусом. Учитесь готовить как шеф вместе с шефом коллекции от горения. Продолжение следует. Продолжение следует...